С вами программа «Хоккей» и не только о нём наша «Лада» и я, Богдан Овчаров. Здравствуйте! Оставайтесь с нами и вы увидите. Я верю, в Тольятти стартовала акция в поддержку «Лады». Финал сезона. Команда «Артисаблса» провела заключительные матчи чемпионата КХЛ. Олимпиада произвела огромное впечатление. Чарльз Генуэй в рубрике «Крупным планом». 25 февраля в Пхенчхане завершился триумфом для нашей сборной хоккейный турнир 23-х зимних Олимпийских игр. И отрадно, что впервые за 26 лет золото для нашей сборной помогли завоевать наши воспитанники «Лады» Василий Кошечкин и Сергей Андронов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Андронов, выпускник Тольяттинской школы хоккея, а ныне капитан ЦСКА в свое время провел в составе «Лады» три сезона. Будем верить, что и на следующей Олимпиаде в составе «Красной машины» найдется достойное место представителям Тольяттинского хоккея. От души поздравляем Василия и Сергея с золотыми медалями зимних Олимпийских игр. Но есть у «Лады» и еще один герой. Бронзовый призер Олимпийских игр, защитник «Лады» Чарльз Геновый в рубрике «Крупным планом» прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме бронзовой медали, защитник сборной Канады и Тольяттинской «Лады» привез с Олимпиады море впечатлений. Игры стали для меня великолепным опытом. Счастлив, что прикоснулся к самым крупным соревнованиям в мире. Сыграть на Олимпиаде была моя давняя и сокровенная мечта. Эмоции до сей поры бурлят в моем сердце. Безусловно, крайне сожалею, что в полуфинале мы проиграли сборной Германии. Кленовые листья слишком быстро пропустили шайбу, однако в дальнейшем мы играли весьма неплохо, а третий период и вовсе хорошо. Но уйти от поражения Канада так и не смогла. Этот момент был для меня самым печальным на играх. «Не секрет, что болельщики и по эту, и по ту сторону океана ждали финала Россия-Канада. Но судьбе было угодно распорядиться иначе». «Сборная Германии стала настоящим сюрпризом не только для нас. Немцы удивили многих людей. Наш обидчик по ходу всего турнира показывал хорошую, я бы сказал, умную игру. Разумеется, мы хотели выйти в финал и поспорить с русскими за золотые медали. Увы, не сложилось. Признаюсь честно, финальный поединок я смотрел не полностью. Наблюдать за игрой со стороны было выше моих сил. При всем при этом я рад за русских. Они заслуженно победили. Большинство ребят из сборной России я знаю, ведь уже 4 года играю в КХЛ. Вот поэтому мои симпатии в финале были на стороне команды Знарка». Яркий след в памяти у Чарльза оставил не только хоккейный турнир. Впечатление на игрока произвела и страна-организатор Олимпийских игр. «Южная Корея меня приятно удивила. Это поразительно красивая страна с холмами, океаном, пляжами. Наверняка летом в Корее еще лучше, кругом зелень. Я бы советовал всем посетить эту страну, населенную приветливыми, отзывчивыми и прекрасными людьми. Кроме того, на Олимпиаде я получил уникальную возможность побывать не только на хоккее, но и посмотреть лыжные гонки, фигурное катание и керлинг». Возвращаясь к итогам хоккейного турнира, замечу, нашего героя немало не заботит мнение некоторых специалистов, которые говорят о низком уровне прошедших соревнований. «Да, я слышал подобные оценки, но я не могу говорить за каждого, кто смотрел и оценивал игры. Как по мне, так это был отличный турнир, богатый на неожиданные результаты и яркие поединки. Большинство команд были равны по силам, и многие игры таили в себе интригу. Они были полны содержательной и напряженной борьбы. Это было классно. Болельщики получили отличное зрелище, а я – бронзовую медаль и масса удовольствия». «Дал оценку бронзовый призер Олимпиады и сезон, который для «Лады» сложился не самым лучшим образом». «Я разочарован тем, как шли дела у «Лады» в первой части сезона. Это было какое-то наваждение, на команду обрушилась череда травм. Мы долгое время не могли играть в оптимальном составе. И все же, несмотря на провальный старт, мы не сдались досрочно. Ребята выходили на лед и бились изо всех сил. И на финише чемпионата «Лада» уже показывала и хороший хоккей, и давала результат. Нас поддерживали обалденные болельщики, и я горд, что играл этот сезон за «Ладу». В апреле у жизнерадостного канадца контракт с «Ладой» заканчивается. И что будет дальше, Чарльз пока не знает. «Да, в апреле мой договор истекает, и я не уверен, что меня ждет в будущем. Полагаю, время все расставит на свои места. Хочу все осмыслить, подумать, провести встречи с руководством и взвесить все «за» и «против». Дайте мне перевести дух, ведь чемпионат для нас только что закончился». Меж тем, в КХЛ Генуэй провел уже 4 года, и защитник не прочь поиграть в России еще. Честно, мне ваша страна нравится. В России отзывчивые люди. Когда мне было трудно, всегда находился человек, который решал мои проблемы. Я рад находиться здесь. У вас хорошая кухня и вкусная еда. Разве что поначалу я не понимал ваших традиций, ведь они сильно отличаются от традиций Северной Америки. Но со временем я привык и к ним, и реально стал их понимать и чтить. Но как бы не было хорошо в России, Генуэй соскучился по родине, родным и близким, и потому мечтает об отпуске. Только не думайте, что в отпуске я лодорничаю. Мне нравится активный отдых. Люблю ходить в горы, бродить по лесным тропам, гонять на маунтинг-байке, обожаю серфинг и плавание. Мне нравится активный где-то экстремальный отдых, который позволяет и наслаждаться жизнью, и получать физическую нагрузку, и, значит, даже вне сезона, я поддерживаю спортивную форму. Это здорово и весело. Любопытно, что первый свой по-настоящему серьезный контракт Генуэй подписал 12 апреля 2011 года с Миннесоты, в день, когда наша страна отмечала полувековой юбилей полета Юрия Гагарина в космос. Теперь же Канадец играет в лиге, где главный трофей носит имя первого космонавта. Вот уж, право, удивительные совпадения. Да-да, я знаю Юрия Гагарина, и я, конечно, мечтаю выиграть главный трофей КХЛ. Да и как может быть иначе? Ведь когда ты в коробке, у тебя одна цель – победа. К тому же я знаю своих земляков – Ли и Вольски, которые поднимали кубок Гагарина над головой. Парни делились эмоциями, и я хочу испытать такие же чувства. Сейчас тяжело предугадать, как сложится карьера у нашего героя дальше. В любом случае, хотелось бы пожелать веселому канадцу удачи. Спасибо болельщикам, Ладо, за поддержку в этом сезоне. В этом сезоне. Спасибо болельщикам, Ладо, за поддержку в этом сезоне. В завершении программы поговорим о матчах, которыми наша Лада закончила регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги. Под финал регулярного чемпионата КХЛ команда Артиса Абблса набрала неплохой турнирный ход и теперь остается лишь сожалеть, что в первой части сезона объективные проблемы помешали Ладе добыть очки, которых весной волжанам и не хватило, дабы получить пропуск в плей-офф. Но к чему теперь горевать? Итак, на финише чемпионата волжане выдали пару ярких матчей. В первом Ладо в Нижнекамске разгромило подопечных Андрея Назарова 4-0, а во втором выдала зрелищный спектакль в поединке с хоккейным клубом в Сочи. Перед началом встречи гимна России исполнила многократный победитель всевозможных конкурсов, а также полуфиналист шоу «Успех» Софья Бабич. Во время исполнения гимна болельщики на трибунах приняли участие в акции «Я верю». Акция была направлена на сохранение за Ладой места в КХЛ. Стартовала игра символического вбрасывания, которое сделали Софья Бабич и чемпион сурдоолимпийских игр по хоккею Андрей Гусев. Заряды положительных эмоций, что посылали своей команде тольятинские болельщики, помогли Ладе хорошо войти в игру. К сожалению, провести весь поединок на высоком уровне волжанам не удалось. В результате 2-3 победа Сочи. «Если честно, хотелось бы, чтобы команда здесь осталась. Очень хочется, потому что я знаю, насколько здесь любят хоккей. Ну и, конечно же, мы извиняемся за такой сезон, в принципе, потому что мы были обязаны лучше сыграть. Но много было факторов, которые нам помешали, поэтому мы очень извиняемся перед ними. Постараемся, может быть, в следующем сезоне порадовать и будем, как говорится, играть от ножа». К сожалению, для нашей Лады нынешний сезон уже завершен. Так и наша программа подходит к финалу. С вами был Богдан Авчуров. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова